всем привет youtube привет вот дошел ход чуть посвободнее стало и как и обещал сделаем небольшой такой лампосмотр ламп из больших днепродент вот предыдущая моя лампочка 75 на штативе все это сделано полностью значит это днепродент и это и вот это посмотрим на эти лампы так сказать более уже внимательно и я расскажу о том вот это предыдущий как бы образец вот он здесь кнопки включения такие вот со щелчком здесь уже женя взял сделал все чуть по-другому здесь лампа оснащена двумя программами оснащена памятью диммера то есть то что вы включили и чем работали при выключении эти все настройки запоминаются дальше я об этом расскажу поподробнее вот и что коснулось были переработаны и стойка была переработана вот она новая стоечка это вот и крепление сам узел крепления лампы вот мало того что я не встречал таких удобных сказать тут я покажу в чем фокус на некоторых креплениях вот этот ты узел так называемого он еще доработал невозможно просто напросто взять вот так лампу торцом поставить здесь же и на предыдущей лампе и на этой вот такие вот прорези имеются в которые можно поставить лампу вот таким образом перпендикулярно самой штанге вот это очень удобная опция и функция здесь тоже самое есть вот разрез и можно поставить лампочку также но совсем перпендикулярно она не ставится вот почему он взял заработал заработал этот узел несмотря на то что здесь прорези есть сейчас я включу подсветку это включил подсветочку вот смотрим на лампу несмотря на эту прорезь несмотря на эту прорезь вот здесь лампа упирается то есть перпендикулярно ее поставить но не получается здесь этот узел доработан вот тоже самое прорези но он взял удлинил рычажок и спокойно ставится в любые положения вот мы видим вам постановится перпендикулярно что очень важно и удобно в работе иногда надо свет выставить допустим как вот в этом режиме вот этот упорчик он не позволял ну конечно можно снять вот эту резинку выдвинуть сюда дальше ну и как-то выйти из положения то есть тут в мелочах человек все это прорабатывает и делает изменения в нужную сторону не сделал как говорится какой-то образец и сидит как говорится пожинает лавры что касается здесь значит вот это стойка сама сделано было специально по моему так сказать заказу по моей просьбе у меня в гараже места маловато узкий маленький гараж стандартной 4 на 6 и если бы сделать ноги такие вот раскосы и длинные мне просто это стойка бы не подошла вот женя мне сделал на такую стоечку но и и по сравнению вот с этой он усилил потому что эта лампочка побольше поздоровее потяжелее а сами вот эти но и сделал короче на полтора сантиметра чем даже вот у меня здесь или на полтора или на два сейчас я даже для сравнения покажу вот ставлю и да не даже больше будем точными сейчас померяем так я извиняюсь что такие вот моменты не совсем удобно и снимать и ходить значит здесь длина ноги у нас получается 52 на новой стойке на этой 57 то есть на 5 сантиметров короче что касается так вот 55 и здесь 50 то есть на 5 сантиметров в разные стороны так сказать он сделал для меня поменьше для меня в моем случае это очень важно и удобно так есть поехали дальше следующее отличие мало того что он усилил почему потому что еще раз повторюсь лампочка это как мы видим намного больше естественно тяжелее переходим к стойкам здесь у нас на вот этой стойке все вот это что выдвигается это все были трубы нержавейка на фиксаторах вот и вот такой узел зажимной узел и вот этот ты узел как я уже говорил вот здесь уже у него вместо трубы с нержавейки вот у него квадратная труба здесь значит у нас узел этот вращается просто вот так в трубе здесь же он уже задумал сделал таким образом я так подозреваю что здесь она даже на подшипнички вращается потому что легко и мы видим здесь такая как смазочка прокладочка смазочка ну а может быть просто на прокладке уже по сравнению вот с этим переработал он и сделал вот такой узел который фиксирует лампу на клум лампы поехали дальше по т-узлам я уже говорил о удобстве он доработал значит доработка еще чего коснулась все конечно неплохо но вот здесь вот в этом месте для того чтобы лампу вот так вращать здесь такой накаткой такая шайба не очень она удобно вращалась и здесь вот тоже самое барашками здесь и там тоже самое доработан вот такой вот уже клювик стоит которым более удобно регулировать ну и здесь зажимается на барашке в принципе это один раз выставляется и все а для того чтобы лампу двигать сюда вот такой вот у нас клювик которым более удобно работать поехали дальше значит на этой лампочке вот так она выглядит значит это у нас мультиметр показывает вольтаж сейчас я подключу к сожалению пока надеюсь что пока на две лампы один такой аккумулятор значит кнопка включения вот она в торце включаем мы и ничего не получаем я видно перепутал совершенно верно я полярность перепутал кстати тоже удобная штука что лампа не сгорит вот она лампочка наша засветилась сейчас я все выключаю вот она кнопка как только вы включили лампу вот я ее выключил как только включаете загорается синий светодиод говорит о том что на лампочку поступает питание поехали дальше вот он есть мультиметр показывает напряжение в данном случае тоже удобная функция почему потому что лампы штатно оснащаются вот таким вот разъемчиком папа-мама в прикуриватель вставлять ну или же вот такими переходниками дополнительно для того чтобы работать с аккумулятором так вот когда напряжение падает в бортовой сети если вы работаете долго и скучно то можно контролировать чтобы не посадить аккумулятор на машине выключаем поехали дальше значит моя лампа вот это это семьдесят пятка сейчас я по размерам расскажу подробнее размерчики я меряю по экрану значит у нас двадцать восемь с половиной высота высота и длина у нас вру шестьдесят восемь но сама лампа у нас семьдесят пять с половиной ну я еще раз повторю шестьдесят восемь шестьдесят восемь на восемнадцать рабочая зона здесь у нас рабочая зона уже тридцать на девяносто как мы видим к сожалению еще раз повторюсь я не могу и снимать и включать поскольку аккумулятор один вот здесь никаких программ нет тут вы включаете как вам надо обыкновенными выключателями можно два холодных включить допустим три теплых теплые с холодными и сбоку есть вот диммер предусмотрен такая маленькая крутилочка которую мы выставляем необходимую для нас яркость свечения ну вот так вот она выглядит лампочка в принципе я был доволен лампой все но увидел вот эту лампочку я все таки решил ее себе приобрести поскольку довольно часто до этого приходилось ремонтировать град у нас пару лет назад очень сильный град прошел сейчас еще больше половины машин по городу ездят неделанными вот люди уже кто смирился кто плюнул в общем кто как так продолжаем теперь переходим к этой лампе уже непосредственно сейчас я подключу аккумулятор расскажу об этой лампе подключили аккумулятор ну что переходим к органам управления вот здесь сзади единственная кнопочка расположена красненькая она у нас подает питание значит как только мы включили вот включили кнопку вот загорается здесь есть так называемые программы первая и вторая они у нас переключаются вот таким образом надо нажать и подержать крайне вот первая программа включилась и вот так вторая программа что это и для чего это значит это лампа совершенно другая здесь электронная начинка с мозгами вот что это дает первая и вторая программа значит начнем сначала включаем вот первую программу зажимаем две крайние клавиши включилась первая программа вот что это дает короткий клик зажигает полосы холодного света лампа у нас шести полосы долгий клик зажигает у нас теплый свет вот я их включил выключаю включая вторую программу зажали включилась теперь коротким кликом включается теплый свет а долгим кликом зажигается холодный свет в принципе что хочу сказать я еще такого ни у кого не видел я имею ввиду из производителей пока что вот естественно здесь присутствует диммер вот он виден две кнопочки плюс-минус нажимаем на минус нажимаем на плюс начинает все это светиться так понятно значит 6 полос два режима для удобства диммер но уже все это в электронном виде тем хороша эта лампа еще есть одно тоже неоспоримое преимущество на мой взгляд когда ты лампу выключаешь выключил и потом пришел включил по новой сохраняются все те же режимы которые были перед выключением ну к примеру вот я беру повыключаю сейчас допустим вот у нас такой режим вот на таком свечении мы лампу выключили включили та же самая яркость сохраняется и та же загорается нитка в данном случае теплая берем делаем допустим вот так берем диммер уменьшаем на самое минимум опять выключаем лампу передохнули там или пришли на следующий день включили включили она опять же находится в том же режиме те же нитки цветовые горят все это как бы работает в том же режиме это очень удобно вот ну что по эргономике все красиво сделано вот все нарядно я считаю человек молодец думает о том что можно придумать нового и мигом это внедряет вот лампочка я очень доволен немножко я уже и попробовал поработать ну поснимать мне не удалось ну вкратце вот такие вот моменты всегда доставляет радость это все приятно удобно работать такими лампочками эта лампочка предыдущая ничем не хуже просто она как бы ну более универсальная она более маленькая это более большая здесь шесть полос на той у меня пять полос ну в принципе я доволен и этой лампой и этой все они работают прекрасно есть у меня еще пара вот таких тоже более новых лампочек у меня было до этого предыдущего варианта здесь на кнопках здесь все то же самое вот такие же органы управления то же самое с памятью так что вот такой вот обзорчик ламп Днепродент я очень доволен Женьку с двух рук лайки спасибо очень доволен буду теперь работать учиться ну что хочу еще сказать напоследок лампа это светит немножко по-другому на мой взгляд более интересно ну что сказать вот сейчас я позажигаю вот мне что понравилось ширина вот этой тени на этой лампочке она как бы побольше и более приятно она светит ну честно говоря даже вот на новой машине посмотрел там не было вмятин я навел так там даже заводская пожеванность видна ну как бы в этой лампе уже так не похалявишь как вот в этой здесь они более резкие более тоненькие такие границы были вот а здесь они более широко смотрятся ну вот их видно вот и так снежным таким переходом зона тени прекрасная вот со всех сторон просто великолепно работать Жень спасибо лампы твои просто чудо я очень доволен вот такой мой отзыв будет о лампах днепродент маленький паскриптум еще на этих лампах на предыдущих не было вот такой резиночки обрезиненный контур то есть если лампа касается лакокрасочного покрытия вот она со всех сторон окружает ее также и на этих лампочках такая прорезиненная штука это тоже как бы приличный плюс все всем спасибо за внимание пока пока